Всем привет! Сегодня мы отправимся на экскурсию в Казбеке. Это один из самых популярных туров в Тбилиси. Мы поедем по военно-грузинской дороге прямо к Казбеку, великану, красота которого вдохновило много известных людей и тысячи туристов со всего мира. Первая остановка на нашем пути Женвальское водохранилище, лазурное сокровище военно-грузинской дороги. Мы побывали на смотровой площадке, о которой знают далеко не все туристы. С другой стороны находится крепость Ананури. В нем в ней очень много туристов, поэтому мы вернемся сюда на обратном пути. Вот место, где сливаются две реки, белая и черная Арагия. С ними связана красивая легенда, которую вам обязательно расскажут на экскурсии. Наш гид знает военно-грузинскую дорогу как свои пять пальцев, поэтому мы идем пробовать лучшие хинкали в Грузии. Готовят прямо при нас, с нуля. Посмотрите на этих женщин, волшебницы, не иначе. Как ловко они это делают! Это был невероятно вкусный обед. Мы поехали дальше. Пробуем воду из минерального источника. Маленькое чудо в безлюдном месте. Только посмотрите, какая красота вокруг! В Тбилиси буквально на каждом шагу предлагают туры в Казбеги. Мы почитали отзывы и решили не брать экскурсии на улице. Долго искали хорошего гида, перечитали огромное число отзывов и в итоге нашли отличный вариант. В описании к видео оставим контакты гидов, до которого можем поручиться на сто процентов. Он показал нам не только самые популярные места, но и те, в которых не увидишь туристических автобусов. Это знаменитая арка дружбы народов. Одна из главных достопримечательностей в окрестностях Тбилиси, расположенная на военно-грузинской дороге. С нее открывается великолепный вид на горные ущелья. Смотровая площадка арки дружбы народов находится на высоте более 2300 метров над уровнем моря. Отсюда получаются фантастические снимки. Мы проехали горный перевал, направляемся в сторону Казбека. Нам очень повезло с погодой. Его снежные вершины не прячутся за туманом. Нас ждет подъем на смотровую площадку, до которой добираются далеко не все туристы. Наш гид точно знает, куда нужно идти. Наверху он рассказал нам много легенд и тайн, которые прячутся внутри Казбека. Теперь это место кажется еще более вдохновляющим. Никакие слова не могут передать те чувства, которые ты испытываешь, глядя на снежные вершины могучей горы. Еще одно легендарное место – визитная карточка военно-грузинской дороги и всей Грузии – храм Гиргетти. На экскурсии вам предстоит узнать, как было выбрано место для строительства церкви, что скрывается в ее стенах и почему это место считается уникальным. Отсюда открывается вид на Казбек и Степантинду. А дальше нас ждут легенды о грузинских селах, удивительных людях и живописная природа. Казбек заставляет сердце биться сильнее, его загадки притягивают, его мощь впечатляет. Это место невероятной силы. Казбек навсегда останется в сердце каждого, кто оказался с ним рядом. На обратном пути мы заехали в несколько уединенных мест, о которых известно далеко не каждому. А затем вернулись в средневековую крепость Ананури. Это настоящий магний для путешественников. Кстати, первым российским туристом здесь был Пушкин. Мы узнали о вражде двух князей, которые имеют трагичный финал, а также чьи скелеты были найдены в одной из башен, долгое время остававшейся замурованными. Выяснили, почему в храме Ананури было утрачено несколько фресок и при чем тут император Александр. Услышали легенду о малодушном князе, не отправившем подмогу в Тбилиси в нужный час и многое другое. Обязательно побывайте здесь, чтобы прикоснуться к истории и увидеть место, которым так восхищались великие люди вроде Пушкина и Левитана. Экскурсия в Казбеке длится около 10 часов. Но поверьте, вы даже не заметите, как пролетит день. Не думайте ни минуты, езжайте на встречу с Казбеком. Эти воспоминания останутся с вами на всю жизнь. Поддержите нас лайком, нам будет очень приятно. И подпишитесь на наш канал, чтобы путешествовать с нами и дальше.